Москвичи не желают, извините, платить взятки, как я понимаю. Потому что те зарплаты, которые платят мигрантам сейчас официально, если спросить, сколько денег выделяется на дворник, там доходят до 55 тысяч. И многие москвичи на эти деньги очень хотели поработать. Другое дело, что, как я помню, сами мигранты жаловались несколько лет назад, что они получают часть этих денег, остальное у них забирают. То ли управляющие компании, то ли структуру мэрии, то ли еще кто-то. И здесь одна из причин притока привлечения мигрантов в Россию. С одной стороны, есть бизнес, которому нужны рабы. Зачем мне платить работнику заработную плату? Ну зачем? Зачем мне обеспечивать безопасность работнику? Ну с какой стати? Зачем мне тратить на это деньги? Вообще думайте об этом, кто их там считает. С другой стороны, почему я бизнесмен, я предприниматель, почему работник считает, что у него есть какие-то права? Захотел я и захочу, я его хочу выгнать. В чем здесь права людей? А граждане Российской Федерации наивно полагают, что у них какие-то права есть. Поэтому значительная часть нашего бизнеса и государства, которые не защищают трудовые права людей, стимулируют приток в страну тех, кто здесь особых прав не имеет. С другой стороны, с другой стороны. А это очень удобный способ списания денег. Потому что если посмотреть, то на многие позиции уже целенаправленно набирают именно иммигрантов. Причем зарплаты такие, что в ряде случаев не то, что люди из Владимирской области, но и москвичи бы с удовольствием поработали. И здесь тоже разговор о том, что есть разные культуры. И разные культуры по-разному относятся к разным явлениям. Например, есть культура, которая, как в русской культуре, коррупция считается преступлением. Взятка — это преступление. Да, на него можно идти при определенных обстоятельствах, но это всегда плохо, это всегда неприятно. У нас против этого есть некоторое внутреннее сопротивление. А есть культура, которая относится к этому значительно более толерантно. Для которых взятка — это нормальная деловая транзакция. Для вас нормальная транзакция — уплата налогов, а для кого-то нормальная деловая транзакция — это взятка. И он на вашу плату налогов смотрит примерно с таким же ужасом, как вы смотрите на взятку. И если я, чиновник, хочу брать взятки, то я, естественно, хочу заместить население, которое обладает плохой для меня культурой и взятки давать не умеет и не хочет, найти для кого это нормальная деловая транзакция.